Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Раньше срока в Чубаксарах начался отопительный сезон. Не намного, но дороже. В Чувашии в следующем году планируют увеличить плату за капитальный ремонт. Цифровая прокачка. В Чубаксарах обсудили влияние цифровых технологий на развитие туризма. Взять управляющие компании под контроль. Такое поручение дал глава Чувашии Олег Николаев на очередном заседании Кабинета министров. В 2021 году планируют увеличить ежемесячный взнос за капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 23 копейки. Последние два года сумма не менялась и составляла 6 рублей 30 копеек на один квадратный метр. В 2021 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт, согласно предложению, состоит 6 рублей 53 копейки на квадратный метр. При расчете данного размера взноса учтен индекс потребительских цен, то есть 3,7%. Что касается управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома, то к ним много вопросов. Жалобы на их работу приходят постоянно, в том числе и напрямую к главе региона. В ближайшее время нужно в целом пересмотреть организацию работы управляющих компаний, дал поручение Олег Николаев. Организация управления многоквартирными домами, в том числе организация капитального ремонта, на сегодняшний день получает очень-очень много нареканий со стороны жителей многоквартирных домов. И здесь координирующая роль и направляющая роль и министерства строительства, и жироинспекции должны быть существенно выше, чем они есть на сегодняшний день. В том числе в части контроля деятельности управляющих компаний. Например, их соблюдение законодательства Российской Федерации, но самое главное, чтобы коммуникации между жителями и управляющими компаниями, они были постоянными, открытыми и понятными для жителей. Сейчас ведомства будут прорабатывать схему дальнейшего взаимодействия, причем активное участие в этом должны принять сами управляющие компании, советы домов, ТОСы, а также другие организации, которые плотно взаимодействуют с собственниками многоквартирных домов. Сегодня же началось формирование нового кабинета министров Чувашии. В числе первых получили должности Алла Салаева. Оставшись вице-премьером правительства, она стала исполняющим обязанностям министра образования республики. Новым исполняющим обязанностям министра культуры назначена Светлана Каликова. Остальные руководители ведомств сохранили свои должности. Подробную информацию можно узнать на сайте КАПРУ в разделе «Законодательство». В столице Чувашии начали подавать тепло. В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях. Сегодня в Чубаксарах начался отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чубаксар Алексей Ладыков. Пока подключат к теплоснабжению только образовательные, медицинские и социальные организации. В жилые дома и общественные здания тепло начнет поступать, когда среднесуточная температура на улице будет ниже плюс 8 градусов, сообщил глава администрации города в своем инстаграме. Между тем, на ближайшие дни прогнозируется бабье лето. Так что полностью отопительный сезон начнется, скорее всего, в обычные сроки. Главная новость этой недели – вступление в должность избранного главы Чувашии. Торжественная церемония собрала руководителей предприятий и организаций, министерств и ведомств, представителей общественных организаций. Все они расценивают итог прошедших выборов как новые возможности для развития Чувашии. Примечательно, что впервые за много лет все политические партии, участвовавшие в выборах, выразили готовность поддержать нового руководителя региона в дальнейшей деятельности. Это один из главных результатов изменений, которые происходят в Чувашии. Бывшие оппоненты готовы к сотрудничеству. Важно, что его поддержал народ Чувашии. Народ Чувашии, понимаете, все эти 75% дорогого стоят. Каждый заслуженный, каждый пропущенный через сердце. Большая ответственность. Я не сомневаюсь, что сил у Олега Алексеевича хватит. Если вы обратили внимание на видеоконференции 3 сентября с президентом, президент дал высокую оценку тому, что уже было сделано за время, когда он исполнял обязанности. Поэтому я не сомневаюсь, что есть программа, есть желание, есть силы, есть поддержка жителей республики Чувашии, которую они продемонстрировали на выборах 13 сентября. Поэтому я уверен, что все получится. И передействительно большая, созвездательная работа на благо жителей республики Чувашии. Как руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» в Чувашской республике, также выражу поддержку. И со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы помочь оправдать это доверие. Олег Алексеевич уже себя показал командным игроком. И, конечно, он делает все возможное, чтобы консолидировать политические силы жителей вокруг одного, вокруг развития и процветания республики. «Единая Россия» поддержала изначально данного кандидата. И мы очень рады, что партия не ошиблась. И Олег Алексеевич набрал максимальное количество голосов поддержки со стороны жителей нашей республики. Я, как претендент на эту должность и сам бывший кандидат на должность главы Чувашской республики, еще на дебатах говорил, что, несмотря на то, что у нас разные политические взгляды, мы не являемся врагами и, так скажем, противниками. Скорее, мы политические оппоненты. Те программные моменты, о которых я говорил в своей предуборной кампании, о которых говорили мои коллеги, как Олег Алексеевич Николаев сказал, что он их услышал и не против части из них реализовать в своей работе на протяжении следующих пяти лет. Безусловно, в новых политических реалиях, в которых нам сейчас предстоит работать в следующие пять лет, мы, фракция ЛДПР, как и другие коллеги, будем готовы для определенного взаимодействия с самой главной целью для того, чтобы в Чувашии, наконец-то, власть не правила, а служила нашему народу, служила Чувашия. Федеральный фонд помощи обманутым дольщикам решил судьбу долгостроя в микрорайоне Соленое. Дом будут достраивать, федеральный бюджет выделит на эти цели 440 миллионов рублей. Этот дом начали строить еще в 2015 году. Спустя два года работы прекратились, у застройщика возникли финансовые трудности. А затем компания «Алза» и вовсе обанкротилась. В ноябре прошлого года объект попал в реестр проблемных. 139 человек признаны обманутыми дольщиками. В ближайшее время права на объекты будут переданы региональному фонду помощи дольщикам. Затем начнется процедура оценки конструкций дома, после чего объявят тендер на строительство. По закону стройка должна быть закончена через три года. Но в Министерстве строительства надеется, что жильцы смогут получить квартиры уже через два. Решение принималось исходя из следующих критериев. Фонд оценивал объем средств, необходимых для завершения строительства объекта. Оценивал, какая сумма же в случае выплаты компенсации должна быть выплачена дольщикам. И наличие свободных жилых помещений. С учетом этих критериев, этих расчетов, было выявлено, что объект достроить будет государство дешевле, чем выплатить компенсацию участникам тревого строительства. К новому учебному году Чувашский государственный аграрный университет в сотрудничестве с предприятиями республики обновил и усовершенствовал свои аудитории. Ну это совершенно шикарный зал, которому точно завидуют все регионы. Лаборатория инновационных технологий, компьютерный класс или аудитория овощеводства и плодоводства. Шесть новых аудиторий предназначены для качественного и полноценного обучения будущих специалистов. В этой связи, конечно же, стоит задача, прежде всего, обеспечивать профессиональными кадрами те предприятия и учреждения, которые находятся на территории Чувашской республики. Предприятия компании «Мегамикс Агрохолдинг Юрма», ООО «Исток» и филиал «Россельхозцентр» не только подготовили для выпускников рабочие места, они еще и активно включились в оснащение новых классов. На встрече за круглым столом глава республики Олег Николаев обсудил с представителями предприятий опыт реализации современных образовательных технологий, дальнейшие перспективы развития в этом направлении и условия обучения студентов из других регионов. Вузы республики достаточно конкурентны в этом плане. Только в аграрном университете 30% обучающихся студентов из других регионов. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Дело техники. Сельскохозяйственные предприятия Канажского района модернизируют свои инженерные парки. Ставку делают на российское оборудование. В этом году по специальной программе Росагролизинга агрофирма «Пионер» приобрела зерноуборочный комбайн, трактор и прицепное кормозаготовительное оборудование. Технику оформили в лизинг по льготной ставке в 3% без первоначального взноса со срочкой платежей на год. В хозяйстве уже давно сделали ставку на выращивание элитных сортов зерновых, зернобобовых и маслячных культур. Потребности в них большие. Качественные семена идут на российском рынке на расхват. Есть даже свои постоянные покупатели. Удалось существенно увеличить площадь посевов, получить высокий результат урожая. Также перед выходом на уборку нам удалось провести реконструкцию КЗС по сушилке и по очистке зерновых и зернобобовых культур. У агрофирмы «Слава Картофелю» Канаж своя специализация. Она занимается картофелеводством. Недавно стали заниматься зерном, используя современные технологии выращивания. Построили четыре зернохранилища с общей вместительностью около двух с половиной тонн. Чтоб лучше был севооборот, мы первые, наверное, из группы АСК здесь, в канадской территории, начали посеять и выращивать горох. Первые начали горчицу. Первые начали посеять и убирать донник, который мы используем на сидират. В планах предприятия развить это направление. Здесь намерены увеличить количество зерноочистительно-сушильных комплексов со всем необходимым оборудованием. Инна Сапотапова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. В Республике более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня наиболее актуальны вопросы обучения этих детей. Педагоги в очно-дистанционном формате обсудили проблемы инклюзивного образования на современном этапе. Участниками конференции стали более 260 человек из 48 регионов страны, из Кемеровской, Пензенской и Тюминской областей, из Татарстана и Мариел. У Чуваши уже есть определенный опыт в сфере инклюзивного образования. Для предоставления образования таким детишкам у Чуваши функционируют 15 государственных образовательных организаций. Кроме того, на сегодняшний день сформирована республиканская сеть дистанционных муниципальных центров, включающих 65 образовательных организаций. Суть инклюзивного образования в том, чтобы всех детей, несмотря на физические, интеллектуальные и другие особенности, включить в общую систему образования и обучать вместе со своими сверстниками по месту жительства. Но на практике такой метод зачастую терпит поражение. Каждому ребенку может потребоваться индивидуальный подход. Мы пытаемся как раз повысить квалификацию педагогов в этом направлении. Наш ресурсно-учебно-методический центр Чебоксарского экономико-технологического колледжа как раз занимается тем, в числе прочего, что повышает квалификацию. У нас 781 человек прошли данные курсы. В то же время педагоги считают, что обучаясь вместе, дети учатся и жить вместе. Это позволяет стереть границы общения и, разумеется, изменить само отношение к инвалидности. Но для этого важно, чтобы образование стало доступным. Ребенок куда попадает? В образовательную организацию, находящуюся рядом с домом. Вот она заключается, доступность. Не тогда, когда он должен несколько часов трястись в автобусе или в поезде, чтобы попасть в коррекционное учреждение. Или тогда, когда он находится в очереди, в списке. Не исключено, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, также имеет интересы, которые он может реализовывать в разнообразных кружках. Доступность этого внеурочного, этой неурочной деятельности и предполагает опять инклюзивное образование. Доступная среда должна быть везде. Общение, работа, развлечение. А для этого нужно преодолеть барьеры общественного сознания. Создание современной Чувашии при помощи внедрения цифровых решений. Чебоксары стали площадкой для проведения стратегической сессии «Цифровая прокачка. Культура и туризм». Этот мозговой штурм стал вторым из серии стратегических сессий, проводимых в Чувашии. В августе текущего года в Чебоксарах специалисты IT-отрасли обсуждали внедрение отечественных технологий и платформенных решений в деятельность промышленных предприятий. Организаторами мероприятия выступили АНО «Цифровая экономика» совместно с республиканскими Минэкономразвития и Мининформполитики. «Туризм – одна из тех отраслей, которая сегодня пострадала в результате ковида достаточно сильно, достаточно сильно провалилась. И на наш взгляд, именно цифровые решения сегодня способны, ну что называется, вот этот провал в значительной степени нивелировать и дать возможность обеспечить развитие сферы туризма уже в следующем году и в последующие периоды». Участники обсудили успешный опыт внедрения цифровых решений в области развития культуры и туризма, а также ряда электронных сервисов, способствующих укреплению туристического потенциала региона, на примере города Санкт-Петербург, Томской и Ульяновской областей. Особый интерес вызвали разработка Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра по интеграции информационных технологий, опыт создания единой сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, а также цифровые сервисы для управления и развития отрасли туризма. В том числе платформы для проведения массовых культурных мероприятий, сервис для автоматизации задач по управлению гостиницей, региональная система продаж в сфере культуры, досуга, туризма и другие. Инесса Потапова, Михаил Солин, Республика. Вчера штормовой ветер и дожди, сегодня разлив нефти. Второй день. В Чувашии, как и по всей России, идут командно-штабные учения. В режиме повышенной готовности работают сотрудники МЧС, органы управления единой госсистемы, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и другие ведомства. Поступил сигнал в водное по чрезвычайной ситуации. По легенде, прорыв магистрального нефтепровода «Альметьевск-Нижненовгород-2» территориально между деревнями Байгеева и Антраки в Цивильском районе. Масштаб ЧС разлито более 100 тонн нефтепродуктов. Мы проводим оповещение сбора организации координационных органов всех уровней, республиканской, муниципальной и организации. Мы организуем информационное взаимодействие между органами управления и силами РСЧС Чуварской Республики. Принимаем управленческие решения по ликвидации сложившейся ситуации. Вводим на территории Чуварской Республики муниципальных образований режимы функционирования чрезвычайной ситуации. В чрезвычайных ситуациях последних лет, в частности во время разлива нефтепродуктов в мае в Норильске, были недочеты в организации информационного обмена между дежурными службами, властями и ведомствами. Работа над ошибками проводится по поручению президента Российской Федерации. Контролирует учения, а также собирает оперативную информацию Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Ирина Волкова, Республика. В Республике выясняются обстоятельства гибели ребенка. Известно, что подросток забрался на металлическую вышку линии электропередач. Трагедия произошла в поле недалеко от села Хыркасыч Боксарского района. Прокуратурой Чуварской Республики организована проверка по факту гибели подростка от удара электрическим током. В настоящее время уже установлено, что вечером 20 сентября 12-летний подросток, находясь в компании с другими ребятами, забрался на металлическую опору воздушной линии электропередачи, так называемую ЛЭП, которая была расположена в поле между почелками Сюктерк и селом Хыркасыча Боксарского района. Находясь на ней, он дотронулся до проводов и получил удар электрическим током. В результате полученных травм подросток, к сожалению, скончался. В ходе проверки прокурорами будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности организации, отвечающей за безопасное функционирование объекта энергетики. А также будут проверены условия жизни несовершеннолетнего. Правоохранительные органы напоминают родителям о необходимости усиленного контроля за своими детьми и проведения с ними профилактических бесед об опасности приближения к объектам электроэнергетики. Снова в строю. Биатлонистка Татьяна Акимова завоевала первую награду после двухлетнего перерыва. В Тюмени на чемпионате России по летнему биатлону сборная ПФО-2, за которую выступала Акимова, заняла третье место. Татьяна бежала второй этап и, несмотря на четыре промаха, показала второе время среди участниц. В двух других гонках чемпионата России Татьяна заняла восьмое и одиннадцатое место. В апреле Союз биатлонистов России включил ее в расширенный список кандидатов в женскую национальную сборную по биатлону. Таковы главные новости среды 23 сентября. Оставайтесь с нами на национальном телевидении Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин